Всем привет! Сегодня мы в отсутствии Дмитрия Юрьевича Пучкова не оставим вниманием применение диалектического метода к историческому процессу. Поговорим о единстве борьбе противоположностей в истории, конечно же, с незаменимым специалистом, с Михаилом Васильевичем Поповым. Михаил Васильевич, очень приятно с вами обсудить эту тему, тем более, что она чрезвычайно сейчас актуальна. Актуальна, потому что существует тьма всяких комментариев, мнений, взглядов, и народ даже запутывается, по-моему, когда он всех смотрит, слушает и так далее. Но хотелось бы чего-то такого прочного, твердого, на что можно встать и опереться. В этом смысле применение диалектического метода выражается в истории в теории классовой борьбы. Причём теория эта старая уже довольно опытная, не Маркс её разработал. С 18 века она более-менее известна. Да, Тьеремье и Гизо её разработали, французские буржуазные историки. Давайте им скажем спасибо. Спасибо. И применим эту самую теорию вот хотя бы к нашему последнему событию или к последним событиям. Вот сейчас что у нас происходит? Выборы президента. А это что такое? Вот будут. Нет, они уже идут? Ну да. А что значит выборы президента? Как с этой точки зрения, с точки зрения классовой борьбы? Вот есть правящий класс у нас в России. Мы знаем, какой он? Знаем. Твёрдо буржуазии. Твёрдо буржуазии. Если кто сомневается, я не встречал таких людей, которые уже сомневались, что у нас буржуазия. Раз. Теперь мы знаем, мы уже тоже твёрдо, что всякое государство – это диктатура соответствующего правящего класса. Значит, у нас диктатура буржуазии. Поэтому вот эти все стоны, что как это они принимают такие меры? Вот силовики там, а что, слабовики, что ли, должны быть? Ну, если это диктатура правящего класса, так что же вы хотели? Вы хотели сделать капитализм. Вам сделали капитализм. Вы хотели демократию. Вам сделали демократию. То, что такое демократия? Бывает народа. И это диктатура буржуазии. Ну, правильно. Определить слово народ, и будет понятно, что власть. С филологической точкой зрения это власть народом. Но мы знаем, что она при рабовладении, но работы не считали же народом. Конечно нет. Вот и всё, поэтому власть меньшинства. Она и родилась так, как власть меньшинства. И сейчас она традиционно является властью меньшинства. Диктатура буржуазии, и буржуазии, и меньшинство. И это видно по данным экономическим, скажем, за последние три года понизился жизненный уровень граждан до уровня 90,5% от 2013 года. Это вот реальный доход граждан. По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. МАУ там ректора этой самой академии. Вот. Значит, заработная плата реальная, но не бумажки, потому что бумажки все понимают, что их может быть больше, а купить на них не получается больше, а купишь меньше. Вот если взять реальную зарплату за последние тоже три года, с 2013-го, вот видите, уже не к тому 2013-му году обращаемся, а к новому, к 2013-му. Многое изменилось, да. Многое изменилось за 100 лет. За 100 лет. Обращались к 2013-му. За три года зарплата снизилась до 92,5% от уровня 2013-го года. Вот. В то же время количество долларовых миллионеров в 2017-м году, простите, в 2016-м году, в прошлом, выросло на 10%. Вы должны гордиться, Игорь Натанович. Ну, зарплата уменьшилась на 10%, и количество миллионеров выросло на 10%, совпадение? Не думаю. Нет, зарплата за три года уменьшилась, а тут сразу за один год. А, да-да-да. Это раз. А долларовых миллиардеров ещё больше. 11%. Ну, вот чем не дикатура буржуазии? То есть, нельзя говорить, что у нас жизнь плохая или экономика плохая. Кому плохая? А кому и нормально всё. А кому даже очень хорошая экономика. Вот. Прекрасная экономика. У нас есть миллионеры, есть миллиардеры. У нас миллионеры уже идут от левого блока, от левых сил миллионеры идут на выборы президентские. Да? Вот. И там всё считают, сколько там, то ли миллиарды, то ли миллионы. Ну, вроде как, надо по минимуму считать, миллионы. Вот. По крайней мере, вот КПРФ выняла уже миллионера. То есть, она где-то почувствовала тренд, что мы же избираем президента как представителя буржуазии для осуществления буржуазной диктатуры и от левых сил предлагает своего кандидата. Может, он роднее будет как-то для народа, для трудящихся, потому что когда родной человек вас, так сказать, как-нибудь подавляет, то вам теплее и приятнее. Например, вот рассказывает товарищ Грудинин, что мы не платим дивиденды. Это старый фокус всех акционерных компаний. Вот я создал акционерную компанию, у меня, Климин Александрович, 60% акций, а у вас 40%. И вот мы с вами собрались на акционерные собрания. Только это не думайте, вам не партийное собрание, и это не комсомольское. Как тут голосуют? У кого больше акций, то ты голосуешь. Естественно. Давайте, кто будет вести собрание? Голосуем. Что-то мне подсказывает, что вы. Ну, у меня 60%. Голосуем, я победил. Так, ну, там решаемы всякие дела. Я, конечно, вам даю слово. Выступать-то, пожалуйста, выступайте. А решать-то кто будет? У кого 60%? Ну, можно и по-другому считать, что я эти акции продал в лесах Сибири бабушкам, которые никогда не приедут. И не страшно, что они не приедут. Первый раз первое собрание будет по закону о вакционерных обществах недействительно. А второе – при любом количестве акций действительно. Поэтому пусть они не приезжают. Просто я заранее знаю, что будет два этапа. И вот я вношу такое предложение. Давайте первое. Надо хорошо стимулировать руководителя, правильно? Безусловно. Правильно? Но вы тоже будете руководить совете директоров, раз у вас 40%. А дивиденды не надо платить. Никогда. Вот так делает товарищ Грудинин. У него же контрольный пакет. И он никаких дивидендов не выплачивает. Поэтому люди, так сказать, остались все с носом. В смысле того, что дивидендов нет. Они хотели, так сказать, получать как бы прибыль дивидендов от своих акций. А это можно сделать по-другому. Как говорит товарищ Грудинин, я получаю хорошую зарплату. Поэтому у него и тут есть миллионы, и на счетах есть миллионы. Вот я уже при подготовке к сегодняшнему нашему разговору посмотрел, что он сам говорит. Там у него на счетах 24 миллиона. Ну, вот вы рады за него? Он у Соловьева выступал на воскресном вечере и говорил, что у него 25 миллионов в год зарплата. Ну, вот сейчас говорят, что 157 за 6 лет зарплата. Но это ради зарплата. Зарплата – это наемные работники. А когда речь идет о руководителях, которые являются хозяевами, какие же они наемники? Поэтому они сами себе устанавливают, вот, скажем, члены совета директоров, председатель совета директоров, они устанавливают гигантские доходы, называют зарплаты, чтобы потом говорить, что это заработано мною. Не получено. Если у вас забрал деньги, а не теперь у меня, это заработано. А если вы не смогли у меня забрать деньги, значит, вы не можете заработать. Причем я успешный, а вы неуспешный, Глент Александрович. Это безусловно. Мы должны привыкать к такой терминологии. Я уже привык. Да вот я чувствую, вы вообще не возражаете. За что возражаете? Очень хорошо. Короче говоря, кого мы сейчас выбираем? Мы выбираем высшее должностное лицо в системе диктатуры буржуазии. Меня это поражает. Почему побежали туда подавать свои... Знаете ли, палачей будут выбирать? Тоже подавать будете документы? Палачей – это очень важно. Палач должен все делать аккуратно и нежно. Поэтому он должен быть высококвалифицированным специалистом. И зарплата должна быть большая там. Ну, безусловно. Доходы. Ему жизнь людей доверит. Так что, так вот так и побежим тоже? Я думаю, что это же не выборы в Думу. Вот выборы в Думу мы проводим своих депутатов. Они будут оппозиционные от левого блока. Будут критиковать, предлагать свои проекты, ставить на голосование. Потом там есть большая зарплата. Я посмотрел 420 тысяч. Если установить партмаксимум для левых, то можно, как Ленин советовал, чтобы не обюрокративались и не обуржуазивались представители своей партии. Ну, все пусть получают буржуазные 420, а мы тоже 420 получаем и в партийную кассу. Все сверх 40 тысяч. Ну, берем хорошую зарплату шахтера и все. Да. Это же известное дело. И тогда не будет у нас такого, что красные губернаторы становятся потом белыми. Я боюсь, тогда у нас партия КПРФ недели через 3 разбежится. Нет, почему? Может быть, она разбегутся такие люди, которые там пришли за дивидендами, а останутся, может быть, люди, которые на самом деле думают о коммунизме, о борьбе за коммунизм и так далее. Почему? Может, она очистится. Ну, я к тому, что в момент времени она станет сильно меньше, я уверен. Ну, понятно. Но, во всяком случае, если мы с точки зрения классового подхода, ну, или там Ротфронт тоже, говорит, левый, мы, значит, двигаем рабочего. Ну, а зачем вы двигаете рабочего на пост того, кто будет осуществлять диктатуру буржуазии? Вот у нас такие исторические примеры были, когда кого-нибудь двинули не туда, куда надо. Вот Альенда, вспомните историю? Помню. Значит, там есть компартия была в Чили, есть соцпартия. Соцпартия отличалась тем, что она враг диктатуры пролетариата. Вот была такая большая газета за рубежом. И там статья Альенда «Социализм без диктатуры пролетариата». То есть, это вот тот человек, который ничего общего с коммунизмом не имеет. Он бы никак не мог попасть в коммунистический интернационал. Вот он пошел на выборы, так сказать, президента. И соцпартия победила. Она победила и на выборах президента, и победила, так сказать, в парламенте. Что-то социалистическое. Во-первых, она социалистическая. Она не за диктатуру пролетариата, поэтому что она может там делать? Ну, помогать буржуазии, что-то решать их задачи. Какие задачи она решала? Ну, земельную собственность отбирать у помещиков. Потому что самим представителям буржуазии непосредственно это не с руки. Не любят они отнимать собственность. Сегодня ты отнимешь, завтра у тебя отнимут. Прецедент их плохой. Да, прецедент плохой. Вот у нас буржуазия тоже не хотела же отнимать у помещиков землю отдавать крестьянам. Дождалась, когда большевики это сделали. Ну, раз большевики сделали, их и полюбил народ. А вас не полюбил, потому что вы могли. А что вы сделали с февраля? Вы только гнали народ на убой. И все, на войну. Почему с февраля? С 1861 года буржуазии регулярно вопрос ставился ребром, что надо землей что делать, как феодальным пережитком, а буржуазии ничего этого не делали. У нас сейчас царь, еще феодализм. Но вот после вышфевраля... Но уже не отвертишься, да. Не отвертишься. Но все равно отвертелась. Она отдала все большевикам. Весь авторитет. Ну, раз ты отдала авторитет, так и не удивляйся, что тебя прогнали. Ну, вот, короче говоря, сейчас такая вот интересная картина. Неплохо бы товарищам задуматься на тему. В интересах какого класса сейчас происходят выборы и в чем задача этих выборов. Я вот так немножко подумал. И вот, если я спрошу о правильном считать, что задача этих выборов, сохранить диктатуру буржуазии... Или улучшить ее. Сохранить ее, улучшить вот так вот. Ну, улучшить можно и без выборов. А сохранить-то надо... Сохранить обязательно. Сохранить надо. Это самое главное. Вот каждый класс, который ведет политическую борьбу классу, что он должен делать? Подавлять своих оппонентов, в первую очередь. Ну, вот буржуазию у нас уже завоевал, а вот это же и не надо. Это рабочий класс теперь пусть думает, как завоевать снова власть. А буржуазию вот... Поэтому удержать надо. Но если ты будешь удержать, удерживаешь и не будешь дальше двигаться, то ты будешь ее потерять. Поэтому надо осуществлять свою власть в своих интересах. Два. Ну, и вот, получается, если три задачи, значит, с одной стороны, завоевать власть, вторую – удержать и осуществлять. А у оппозиционного класса у него две задачи. Первая – завоевать, если ты ее не... Но никогда на выборах ведь не завоеваешь. Поэтому если кто-то думает, что он на выборах завоевает, ну, это смешно. Никто никогда... Или вот вы, историк, лучше меня знаете. Только если происходит перераспределение от одних эксплуататоров к другим, тогда выборы могут... Ну, так это не смена власти. Нет, конечно, в смысле, смена информации. А мы же говорим о том, что власть от одного класса пришла к другому. Я бы еще одну категорию поставил и думает, что вы точно со мной согласитесь, потому что вы, как историк, скажете, что давайте введем понятие эпохи в рассмотрении. Сейчас какая эпоха? Вот я вношу такую гипотезу, я не видел, что кто-то будет с этим спорить. Сейчас эпоха диктатура полетариата и перехода от капитализма к коммунизму. Так? Безусловно, с 19 века. Ну, раз это эпоха, значит, вот один класс реакционный. Какой? Буржуазный. Капитализм загнивающий. Поэтому сейчас вот мы наблюдаем на другом краю, где Китай, Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Куба. Там другие темпы роста, там кризисов нет. Не надо нам рассказывать, что везде сейчас кризис мировой. Нет уже мирового кризиса. Мировой кризис не может быть уже с октября 2017 года. Кризис может быть только в капиталистической части. А поскольку в соцстранах живет полтора миллиарда человек сейчас, а темпы роста у Китая 7,2. А у Соединенных Штатов 2,7. Видите, разница? Ну, значит, просто... И цифры какие красивые. Значит, просто красивые. Как в автобусном билете, счастливый билет получается. А 2,7, 2,7. И так красиво получается, что без революции, без войн, а просто вот идет, идет, идет. Тут и сила вот этой системы стран социалистических, в которых пока социализм построен только в одной Северной Корее, а в других идет строительство социализма. А раз идет строительство, то, как вы понимаете, в переходный период там и буржуазные силы есть, и капиталисты есть, и миллиардеры есть. Ну, разумеется, потому что есть момент возникновения и прихождения в этом процессе, как в любом другом. Да, вот я вынужден с вами согласиться, что так оно и есть. Раз есть такие моменты, поэтому как-то люди странно удивляются. Вот там, говорит, есть капиталисты. Так это же переходный период. А вот разве Сталин закрывал НЭП? Он же не закрывал НЭП. Нет, я не знаю такого указа о том, чтобы завтра НЭП сделать. Вот представьте, что вот у меня... Если бы такой указ был, можно было бы сказать, что Сталин НЭП прекратил. Такого указа не существует. Вот вы меня, говорит, моложе и симпатичнее, стройнее. А я уже не такой. Так, но я буду производить, если дешевле и лучше. У кого будут покупать? Что-то мне подсказывает, что у вас. Вот мне тоже подсказывают, что будут у меня. И вам будут эти всякие знаки внимания, а пойдут у меня, а вы разоритесь. И вас не будет. Поэтому закрывались те предприятия, которые не могли конкурировать с крупным социалистическим планом хозяйства. А плановое хозяйство, оно постепенно внедрялось. То есть, был такой плановый сектор социалистический. Он сначала был очень маленький. А вот те предприятия, которые национализировали, они образовывали сектор госкапитализма. И этот самый госкапитализм действительно был похож на капитализм. Потому что вот предприятия государственные, где я беру сырье, это никто не определяет. Где брал, там и беру. Куда я продаю? Это вот тоже я решаю. Потому что ещё нету никакого планового хозяйства, нету никакого регулирования. Всё это я делаю. Но прибыль я должен сдать государству. И что должен делать в такой ситуации? Набивать себе карманы, зарплату. Сделать побольше. Вот, например, Роснефть как раз. Тоже она с такой же ситуацией, как предприятия были в переходном периоде. Вот Роснефть, она установила на акционерном собрании, ну, примерно как Грудиния себя установила, они себя установили по 24 миллиона членам правления. Сколько у самого Игоря Ивановича, я очень его уважаю, он вообще за государственную такую позицию патриотическую, но я думаю, у него немаленькие там доходы. Ну, вот они установили членам правления по 24 миллиона в месяц. Вот мне даже страшно, что бы я делал, если бы на меня напала эта беда. Меня же убили бы, наверное, по дороге. Я думаю, у вас был бы прямой, так сказать, лифт от квартиры до рабочего места. Вы бы вот существовали... Нет, я, наверное, тоже бы как Грудинин там бы считано открывал. А я в случае, если буду двигаться в президенты, закрывать был, стал. Или как он сказал? Он избавился. Нет, он избавился от них. Как избавился? Вот я сейчас беру, допустим, у меня вот есть тысяча долларов. Я от них избавился. Раз вам и все. А потом мы отсюда выйдем, мы обратно отдадите. Ну, проблема какая. Конечно, никакие проблемы. Вот сейчас я иду в президенты, поэтому, пожалуйста, поносите. Пока. Пока. Так что это... О, я тебя родственникам отдал и так далее. То есть, какие-то это игрушки. Смотрят люди, простые рабочие и крестьянины, думают, чудеса. КПРФ выдвигает миллионера. Который даже не является членом КПРФ. Который не является членом КПРФ. И люди, которые выдвигают миллионера, считаются всегда левыми. А кто тогда правый? А правые, наверное, те, которых шахтеров будут выдвигать, наверное. Каких-нибудь колхозников, бедняков. Кто-то такие правые. Поэтому, на самом деле, есть же такой четкий критерий. Кто такие левые, кто такие правые. Левые – это за диктатуру пролетариата. Вот Удальцов, например. Он, я как-то смотрел по телевидению, он выступал. Его спрашивают, вы же раньше выступали за диктатуру пролетариата. А он говорит, так все же, это еще до того, до посадки было. А он говорит, все меняется, и я меняюсь. Дескать, ну, был я за диктатуру пролетариата, а теперь я не за диктатуру. Я просто левый. А что такое просто левый? А это ничто. Вот они себя и показывают, эти левые, которые не коммунисты. Или не настоящие коммунисты. Потому что настоящие коммунисты – это те, которые против диктатуры буржуазии и за диктатуру пролетариата. А если вы предлагаете кандидатуру для высшего должностного лица диктатуры буржуазии, то вы тогда говорите, товарищи, не коммунисты. Вы меня извините. Не, название-то я согласен. Название может сколько угодно. Сейчас уже коммунистических партий. Есть партия КПСС. Есть вот это «Коммунисты России». Мало ли как называть будете себя. Это не в этом проблема. Назвать можно как угодно. Назвать можно как угодно. А всё, у Гитлера партия тоже красиво называлась. Это была социалистическая, между прочим. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Ну, там у него Герман Геринг, он же был видный рабочий. Он же работал. Ну, вот. Вот, поэтому, значит, какая задача у буржуазии, как у правящего класса? Вот три задачи. Первая задача – это завоевать пласть. Ну, так она её решила. Она, как бы, эта задача сейчас не стоит. Вторая задача – удержать власть. Она стоит. Вот выборы. Сейчас всё делается, чтобы удержать власть на новый срок. И причём это как её удержать? Чтобы как бы вот народ бы в этом весь участвовал, как бы это волей народа было. Сначала мы делаем господство буржуазной идеологии, а потом честный выбор. Потому что по-честному, если проводить выборы, за какие партии будут голосовать? За буржуазные, правильно? Конечно. Потому что если в обществе буржуазная идеология, как учит нас исторический материализм, общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, значит, в большинстве голов идеи какие? В том числе в большинстве голов рабочих. То есть, если это буржуазные? Буржуазный. Значит, если честно будет, а если не честно, я не знаю, что будет, а если честно, то буржуазия победит. У нас тем более в выборном поле я не знаю ни одной партии реальной, которая была бы какая-нибудь не буржуазная. Нет, я думал, например, КПРФ, я почти до вчерашнего дня считал, что КПРФ – это мелкобуржуазная партия. Она же, смотрите, она из-за рабочих, она из-за крестьян, из-за мелкий бизнес. А тут она уже не за мелкий бизнес. Нет, ну какой же грудительный мелкий бизнес, что вы? Это уже никак не мелкий бизнес, это из-за миллионеров уже. Если вы из-за миллионеров, то это вот так не лето. Сколько раз мне говорили, что КПРФ буржуазная, я говорю, да нет, это не буржуазная, это мелкобуржуазная. А с мелкобуржуазией большевики всегда сотрудничали. Правильно? Мелкобуржуазия была в Гражданскую войну, составляла большинство вообще в Красной армии, правильно, крестьяне? Естественно. Оно и большинство населения составляло, и большинство армии. Поэтому мы с мелкой буржуазией не только не должны воевать, а должны её призывать и помогать. Ну, как сказал Удальцов, всё меняется, и КПРФ тоже меняется. Вот, видимо, меняется в этом дело. Так что вот если кто-то надеялся, то вот эта надежда на это не бывает. Потому что если люди с самого начала носили эти шарфы с надписью «Народовластие», это о чём говорится? Они хрущёвцы. Безусловно. Ну, так если я демонстративно повешиваю и приду на 7 января, это написано «Народовластье», это что я этим хочу сказать, что я считаю, что Никита Сергеевич был прав. Народовластье. Он же, так сказать, что сделал? Народное государство. Да. И выкинули диктатуру Портреата. Это поэтому шарфы. Я думал, тут был Октябрьский пленум год назад у КПРФ, а они вроде как вдруг вспомнили и Белов, и другие, что вообще-то Ленин говорил о диктатуре Портреата, пора нам сказать. И сказали, только на переходный период. А дальше что? Опять как Хрущёв. А дальше что? А Хрущёв нет. Хрущёв, он даже ещё кусок социализма захватил. А эти только на переходный период. Вот кончится переходный период. Только построят социализм. Сразу раз, бац, уничтожить диктатуру Портреата. И будет что? А мы знаем, что бывает, когда уничтожают диктатуру. Уже пробовали. Вот уже мы как раз сидим. Следующего, точнее, предыдущего класса. Предыдущего класса. Просто очень трудно объяснить людям, а нужно бы привести исторический пример, что классовая борьба идёт не потому, что кто-то хочет в самом деле с кем-то бороться. Хочет именно. Это не субъективный, а объективный процесс. И если вы, вот конкретно вы, например, пролетарий или, например, феодально зависимые крестьяне, если вы в данный момент не боретесь с вышестоящим классом, это не значит, что он прямо сейчас не борется с вами. Борьба идёт перманентно. Потому что вот у нас был такой интересный период в человеческой истории, средние века, где было торжество феодализма. Соответственно, правил феодальный класс. Вот это частный был строй, согласитесь? Очень честный. Знаете, какой честный? Вот барщина, это значит, я работаю на помещика. А потом я на своём участке, который меня бариновый выделил, я там работаю на себя. Видите как? Вот это необходимый труд. Это потом Марс долго выяснял, где там необходимые капиталисты, где прибавочные, а тут вот. Тут всё было ясно. Тут всё ясно. И всё по-честному. Если вы дворянин, ну, вы пойдёте, вы служите, вы пойдёте, вы управляете государством. А если я крестьянин, ну, ясное дело, какое управляете государством? Раз, два, и вы меня на конюшню и пороть. Ну, тут самое главное, что дворянин-то тоже нёс, как у нас говорили уже в московском царстве, нёс своё тягло. Да. Тягло нёс крестьянин, и он работал на поле, а тварянин, извините, по 9 месяцев в году проводил в седле сабли. Это опасное, тяжёлое, неприятное занятие. Да. Так вот, во Франции в XIV веке, например, случилось, феодалы перегнули палку, потому что они со службы увлеклись, очень много воевали, а на войну нужно просто много денег, и они выдавили во время Столетней войны из крестьян слишком много денег, и случилось восстание жакерия такая во Франции. То есть жаки, крестьяне, восстали, и, не выдвигая никаких далеко идущих позитивных требований, просто принялись резать феодалов. И у них это очень здорово получалось, потому что крестьян очень сильно больше, чем феодалов. Сразу же началась обратная классовая реакция, в которую вступили далеко не только французские феодалы, а там сразу начался классовый мир против классового врага, феодалы всех стран соединяются. И они сразу соединились, правда, конечно, не всех, но близлежащих. Но близлежащих. Англичане помогли своим врагам французам, с которыми они вели уже давно жестокую войну. Английские рыцари убивали жаков во Франции, тут же подключился прекрасный человек из королевства Наварра по имени Карл Злой, король Карл Злой, который тоже занялся подавлением этой самой жакерии, но и постепенно её удавили. Ну вот, теперь какие, можно сказать, у правящего класса, вот у нынешнего в России, а можно считать и в любой стране, такие позитивные. Позитивные – это не то, что против кого-то он собирается, но что вообще собирается делать? Во-первых, он должен защитить свой класс от такого же класса иностранного, правильно? Вот что показали Соединённые Штаты Америки, показали нашему классу российской буржуазии, что будет, если вы будете хлопать ушами и не обеспечивать свою безопасность. Они показали на примере Игославии, на примере Ирака, что приедут, прилетят, уничтожат государство, никакое не социалистическое. Все думали, только они с социализмом борются. Нет, они борются за то, чтобы захватить, так сказать, богатство, прибрать к рукам. Первая мировая война – яркий пример, ещё никаких не было большевиков. Не было никаких, сцепились мировые хищники. А сцепились нормально. Вот, поэтому и тут нету сейчас, нет в России, и хорошо, и легче. Вот, так сказать, нас поставили вокруг базы, вот, и под брюши влезли через Украину, потому что уже у нас со всех сторон, там, где в Прибалтике были крупные предприятия, да, и, конечно, отлично развивались, там теперь оттуда уезжают люди, на запад, промышленность разрушена, зато там иностранные войска, там иностранные самолёты, там танки, там, как говорится, есть желание американцев поставить везде ракеты, чтобы было очень маленькое время подлёта до Москвы. Вот, что важно, задача какая. Поэтому, вот, приходится думать к классу бурразии об этом. И что получилось, что вот если в своё время, товарищ Медведев, когда начались события в Ливии, аналогичные, он, так сказать, не воспользовался правом вето, а Китай, он так что-то на первое место не выходит в политике мировой, он смотрит как Россия. Россия не проголосовала, и тогда, и он тоже правом вето не воспользовался. И тогда налетели и уничтожили эту Ливию, и теперь все беженцы бегут там в Европу. Откуда беженцы? Что за беженцы? Ну, вы организовали этих беженцев, вы же уничтожили государство. Одно светское государство уничтожили, иракское, другое светское государство ливийское. Ну, а Докачёвы ходили, вы уничтожаете светское... Хотели ещё сирийское уничтожить, и тут вот Россия помешала. Поэтому Россия вот волей в суде показалась на пути у американского фашизма на экспорт. А почему фашизм на экспорт? Почему фашизм? Потому что открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Но не внутри, а снаружи. Ну, внутри опасно. Потому что, во-первых, окружающие плохо могут посмотреть, а это закончится, может, нехорошо. Нет, зачем? А свои люди будут не слишком довольны. Внутри там всё хорошо, чтобы было. Там демократия. Согласитесь, что там демократия. Я тоже считаю, что демократия. Как только они выходят за рамки, за свои границы, там давай, жги, убивай страны, изгои. Как это изгои? Вот это страшный шовинизм. То есть, вы ещё есть, я объявляю, что вы изгой. Это что значит? Что вы как бы есть, но вы не должны существовать. Вы никто. Вас надо изгнать, убрать, уничтожить, стереть, так сказать, леса земли. А потом вы удивляетесь, что, скажем, КНДР готовит ядерное оружие и ракеты. Потому что она прекрасно понимает, что это единственное спасение от этих людей. Единственное. Вот сейчас Трамп, после того, как они обменивались всякими, что мы вас уничтожим, а другой говорит, я вас уничтожу. Ругались очень забавно. А после этого в Твиттере Франц Трамп написал, что Ким Ченен, я хочу с тобой подружиться. Вот почему ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький и толстый. И вот уже какой-то другой разговор. Уже какой-то другой разговор пошёл. Уже, дескать, Трамп говорит, видите, наши санкции подействовали. Уже, видите, уже по-другому сейчас Северная Корея ведёт. То есть, вот первая задача. Надо защититься от братьев по классу. Кстати, очень поговорящие слова, потому что изгой же по-английски будет outlaw. Outlaw? Вне закона. Вне закона объявить, да, вне закона. А что делает с незаконно, с теми, кто вне закона? Всё, что угодно. Вне закона, да, с ним можно всё делать, всё, что угодно. Всё, убивайте, изггите. Русское слово «изгой» гораздо более ёмкое. Жалко Трамп по-русски не говорить, потому что изгой – это человек, лишённый, ко всему прочему, права собственности. Да. То есть, он не имеет права ничем владеть, это изгой. Ну, всё забрать надо. Всё забрать, отнять, забрать, всё. Ну, вот первая задача. И вот вынужден сегодня класс капиталистов. Я думаю, что и Медведев уже понял, что с ним будет какая-то история, если вдруг сделают то, что в Ливии. Ну, разорвут на части. Вот мы ещё пока будем сидеть, а Медведева разорвут, и Путин разорвут. И Путин это и тогда понимал. А сейчас, так сказать, они уже оба понимают, что надо укреплять свою оборону, и получилось, что Россия стоит на пути у американского фашизма на экспорт. Вот это, так сказать, некое положительное действие буржуазного класса России. Но есть другие задачи, вот кроме этого. Теперь нужно свою буржуазию приводить в порядок, потому что буржуазия должна выступать за общие интересы класса буржуазии. Вот над этим бьётся наш правящий класс, и у него плохо это получается. Вот смотрите, с одних сажает, с других сажает, третий сажает, четвёртый. Кого за что сажают? За то, что они вместо того, чтобы вместе спокойно эксплуатировать рабочий класс, они просто из государственного кармана забирают и кладут свой карман, и выводят за границу. Разные деятели бывают. И деятели, которые сидят в министерствах, как товарищ гражданин Улюкаев, гражданин теперь уже, и как гражданин Хорошавин, который 1,8 миллиарда набрал денег, и даже когда у него, он уже находится сейчас под домашним арестом, судить должны, он стал требовать, чтобы отдайте мне обратно те деньги, про которые по эпизодам не написано, что вот это всё, я взятки получил. Вы доказали, что я 600 миллионов получил по эпизодам? Ну вот и забирайте. А у меня миллион 200 верните назад, а ему не возвращают. Он тогда написал в Конституционный суд, причём у нас же не принято сейчас в буржуатном обществе спрашивать, откуда деньги. Некрасиво. Некрасиво. А раз некрасиво, и Конституционный суд пошёл навстречу, написал рекомендацию Верховному суду принять во внимание, но Верховный суд не принял. И вот если было решение Конституционного суда, тогда уже и Верховный суд ничего не мог сделать, но он, поэтому Верховный суд всё равно говорит, заберём, мы эти всё деньги в доход государства. Вот и у Захарченко отняли 9 миллиардов, это просто беда. Взяли и отняли у семьи, он же для семьи старался. Правда, жена и мамочка уехали за границу, потому что они понимают, что вообще-то их тоже посадить надо. Они же так здорово придумали потом на завершающем этапе, перед тем, как уехать за границу, да просто вклад, вклад нашли, вот пришло следствие и нашло вклад. 9 миллиардов. Ну, так вы получите, сколько там, чем-то нашёл, полагается, если он получил много денег, нашёл вклад. 25%? Вот, 25%? Остальное наше. И всё? Хорошая идея. Хорошая идея, но это костный у нас, это следственный комитет костный, не пошёл он. Ну, вот, короче говоря, тут мы видим и Хорошавин, и вот Белых тоже, и всё вот эти люди, которые борцы против коррупции, у нас борцы там навалинские, как только начинают на самом деле сажать за коррупцией, тут все сразу они защитники. Ну, а вот замминистра культуры, который там, деньги, которые на охрану памятников, тоже, так сказать, себе в карман положил, тоже его судили. Или вот сейчас Серебряников. Вот мне это напоминает, был такой эпизод, когда к Ленину пришёл Алексей Максимович Горький и говорит, Владимир Ильич, вот этот человек, которого вы хотите посадить, он очень хороший химик. Я очень прошу его освободить. А Ленин говорит, Алексей Максимович, я верю, что он очень хороший химик, но мы его не за химию, мы его за антисоветчину сажаем. Пусть же занимается химией, одновременно, так сказать, с отбудем наказание. Ну, вот согласитесь, вот смотрите, мы уже нашли позитивный раз, что он противостоит фашизму на экспорт у правящего класса, да, как-то мы должны всё-таки защищать же его, не только вот ругать. Второе, хотя это тяжело, но мы должны быть объективными. Второе, он старается своих в чувство привести. Хорошавина арестовал, Белыха судят, Улюкаева. Улюкаев вообще паук. Он вообще, так сказать, целый блок создал там вместе с Набиуллиной, которая тоже ещё должна была пойти туда же, но она пока сидит. Которые не дают деньги нашим предприятиям, чтобы они не могли развиваться. И говорят, вот денег нет, и повторяю за ними, как же нет денег, когда у нас вообще не дают деньги. Они говорят, мы снижаем, снижаем уже ключевую ставку. Они снизили до 7,7. Вот у математики есть такое понятие, функции непрерывные линии. Это не непрерывные функции. Здесь пока до 2 не доведёшь, до 1,5, невозможно взять, потому что наши коммерческие банки добавляют свои 7%, и если вы доведёте ключевую до 2, они добавят 7, и будет 9. А 9 – это очень много. А 10 – это уже максимум. Вот такой прибыли нет, такой нормы прибыли нет. Поэтому, что 7,75, как сейчас, что 6,75, а это всё будет годами двигаться потихонечку, и всё это время наши предприятия будут не иметь денег. Они поэтому бегут брать деньги за границей, а потом их ловят и говорят, ага, вытаскать вот там всякие там дела имели за границей. То есть надо вообще, прежде всего, ловить тех, которые идут за границу из наших промышленников. Надо сначала поймать того, кто сидит в Центробанке. Но, видимо, это всё по разделениям идёт. Тут же Улюкаева уже посадили. Уже посадили, это же хорошо. Помент позитивный. А вот тот, который возглавлял Федеральную службу исполнения наказаний, в СИН, тоже же посадили. А он, помните, что придумал? Значит, браслеты, которые одевают людям, заказал браслеты по цене, которые в 30 раз больше, чем они стоят, и денежки, так сказать, себе клал в карман. И где-то на 2 миллиарда хотел нагреть буржуазное государство. Буржуазное государство это не понравилось, они его посадили в тюрьму. И праздник был большой у всех заключённых, потому что директор ФСИН… Сел. Сел. Приземлился рядом. Это же счастье. Конечно. Как Новый год. А это подарок от кого? Это правящий класс сделал. То есть правящий класс, он что-то делает. То есть у него нет задачи отрицательной. Он просто себе свои интересы защищает. Каждый класс защищает свои интересы. Тут ничего нового нет. Рабочий класс, свои крестьянства, свои буржуазии. В том числе и от собратьев по классу. Если я на пути встречаю того, кто мне мешает, я начинаю с ним бороться. А так у меня нет задачи больших, правильно? Я вот только тянулся, понимаешь, к этому стакану. Вы взяли, у меня надо отбирать стали. Я вот как-то это вот начну уже… Враждебного с прямого. Враждебного мира какие-то начну предпринимать. С самого начала поставить буду здесь стакан тогда и так далее. Или вот демонстративно пить не буду в качестве протеста. Вот так. А вот какое у меня ещё средство борьбы с вами? Другого пока вот я не вижу там. Ничего тяжёлого нам не дают. Микрофон, если возьмёшь, всё испортится. Да? Не получится у нас ничего с микрофоном иначе. Не получится ничего. Ну, это правильно, поэтому… И вот теперь самая болезненная задача, которая у нашего правящего класса, это вот рабочий класс. С одной стороны, надо его эксплуатировать, потому что иначе это не буржуазия. Правильно? Ну, откуда брать прибавочную стоимость? Ниоткуда не возьмёшь, надо с него брать. С другой стороны, наш вот этот правящий класс, он вообще по идее уже должен был бы прочитать в «Капитале» хотя бы одну главу, которая называется «Относительная и абсолютная прибавочная стоимость». Вот там Маркс объясняет, как получать хороший прибавочный продукт или хорошую прибавочную стоимость. Два есть варианта. Или увеличиваешь рабочий день. Помните, Прохоров обещал там? Давайте грешить. Вот это абсолютная прибавочная стоимость. Ну, у Прохорова не прошло, они просто явочным порядком это делают. Как вот рабочий класс явочным порядком в 8-часовой рабочий день сделал в 2017 году. Наша буржуазия явочным порядком генерирует все нормы сверхурочных работ, отпускных и так далее. Вот работайте, пока работается. Хотите деньги зарабатывать? Работайте. Работайте в два раза больше, у вас денег будет в два раза больше. А должно быть не в два раза, а гораздо больше, потому что сверхурочные работы оплачиваются первые два часа в полтора раза. Следующие в два. Следующие в два. А тут просто вы работаете, просто и работаете, пока не умрёте. А умрёте – это вот когда вы как раз специалист по феодализму, по истории. Вот если я своих помещиков, своих крестьян доведу до того, что они поумирают, это же мне как характеристь я сделал. Ну, во-первых, институт самосохранения с большой долей вероятности заставит крестьяна убить вас. Да я сам не буду их убивать, они же меня кормят. Не, ну, такие бывали взорвавшиеся побежи. Бывали, не, ну, я так всё-таки соображаю, я же соображаю, что если меня они кормят крестьяне, надо пусть они там три дня у себя там на участке, всё делают, сами всё это решают. Меня это не волнует, что они делают. Главное, что они пришли на барщину, а здесь у меня есть управляющие, здесь кооперация, такая форма труда, при которой много лиц, полномерно работает в одной или связанных между собой процессах производства. Красота у меня. Хорошо. Вот, так вот, а если я сейчас капиталист, да мне плевать, умрут эти, придут из Таджикистана, эти умрут из Узбекистана, эти умрут. Из Киргизии придут, армяне придут, ну, мало ли кто, к вылдаване приедут. В чём проблема? Нет никакой проблемы. Поэтому капиталист в этом отношении, он себя ведёт совершенно размоздано, а это опасно для класса всего в целом, почему? Это опасно, потому что класс-то вот сейчас он так угрюмо смотрит на эти выборы, да, хорошо, вот в Сирии хорошо, Крым хорошо, а вот минус 10% за три года реально нехорошо. А вот если бы товарищи читали эту главу в «Капитале», они бы узнали, что относительно прибавочной стоимости означает, что вы можете уменьшить долю этого самого необходимого продукта и необходимого труда. За счёт чего? За счёт роста производительности труда. А вы производительность труда повышаете, тогда это же количество продуктов, которые эквивалентны на зарплате, оно будет меньшую долю составлять в общей массе созданной стоимости. Вот и всё. То есть внедряйте новую технику, внедряйте передовые приёмы производства, обучайте рабочих, получаете вот такую вот прибавочную стоимость и, соответственно, повышаете зарплату. Ну, естественно, раз вы капиталист, никто от вас и даже не только не требует, и не ожидает, что вы будете повышать прибавочную стоимость медленнее, чем повышать зарплату. Вы её повысите больше, чем зарплату. Но зарплату-то повышайте. Вы написали, между прочим, в Трудовом кодексе в двух статьях, 130-я статья, государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Государство, получается, нарушает закон. А у нас происходит довольно регулярно. Нет, так это вот нехорошо. Причём это нехорошо не с позиции рабочего класса, это нехорошо с позиции даже в буржуазии. Если закон написали, так вы думаете. Закон-то не дураки писали. Они написали так, что вы повышаете зарплату, а прибыль повышаете ещё быстрее. А для этого внедряйте новую технику. Смысл-то капитализма. В чём его оправдание историческое? В том, что он развивает производство. А эти не хотят развивать производство. Они хотят просто выкачивать из рабочих последние соки. Ну, это потому, что у нас капитализм вступил в стадию, безусловно, загнивания, полностью исчерпав свою позитивную историческую фонду. Вот я согласен, что они раньше, не начав развивать, тут же и загнили. Вот эти новенькие капитализмы. У нас по-другому быть не могло. Просто почему? Потому что, насколько я вижу, у нас весь земной шар, за исключением теперь имеющего гуся социалистического блока поделин между капиталистами. Им развиваться некуда практически. Потому что капитализм, как самовозрастающая стоимость, имеет вполне конкретное ограничение в виде размеров глобуса. Ну вот, Климс Александрович, вот я думаю, мы подошли к такому пункту, где можно с вами вместе констатировать строго научно, что если это не возьмётся за ум наш класс, он сейчас думает, как удержать власть. Это хорошо, это вы там думаете, как удержать, проводите выборы, это у вас получится. А если вы будете дальше проводить такую линию и озлоблять рабочих, вы же озлобляете их, вы создаёте революционную ситуацию, правильно? Бежусловно. Ну это к чему приведёт? Ну ясно к чему. К тому, что придёт другой класс. Это уже было в России. И как буржуазия была, точно так же, может быть, второй раз. Вы же второй раз уже в буржуазной революции? Да. Или в буржуазной контрреволюции. Но второй раз у власти? Ну так же и рабочий класс может быть второй раз у власти, потому что если вы к этому всё готовите, пока всё делается для этого. Ну, более того, буржуазия, если бы читала Маркса, а вообще-то буржуазия, я считаю, обязательно нужна. Если бы я был буржуй, я бы обязательно читал Маркса. Даёт, конечно, такие красивые капиталы, ну ещё хотите. Вот, потому что лучшее описание капиталистической системы, чем капитал, не существует. Нет, не существует. Я бы обратил внимание, что находится буржуазия, в том числе российская, вообще-то мировая, но российская в том числе, на очень остром лезвии. Потому что, по сути дела, революционная ситуация, она уже есть, создавать-то её уже практически не надо. Просто я к чему сейчас хотел сказать, что несоответствие общественных отношений и производительных сил налицо. Ну, это понятно. А раз так, а раз так? Это противоречие вообще, это противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Это есть. Так вы ещё и обостряете его. Да, так я говорю, что уже лезвие-то и так острое. Кто создаёт революционную ситуацию? Всегда создаёт правящий класс. Больше некому. Вот он и создаёт. Поэтому мы можем перейти к следующему вопросу. А какую политику должен будет проводить рабочий класс, когда у него будет снова власть? Могу сказать одним словом. Такую же. То есть, нужно власть поставить цели, власть взять, власть удержать, власть осуществлять. Осуществлять. А если осуществлять, значит, придётся внутри своего класса тоже разбираться. Вот Ленин говорит, вот сколько у нас мерзавцев среди рабочих, которые думают о том, как дать государству поменьше и похуже, а взять у него повыше и получше. Это пережитки буржуазного сознания. Значит, вот задача будет, вы очень хорошо сформулировали, во-первых, сохранять власть, а чтобы сохранять, нужно бороться с теми негодяями, которые в среде тех, кто представителями является правящего класса, рабочие или бывшие рабочие, или те, кто пришли во власть. Вот пришли люди, ведь зачем рвутся во власть? Что, так думаете, они хотят осуществлять какие-то общественные блага, это менедженство. За карьерой они хотят, в первую очередь. За карьерой, за карьерой. Там зарплаты, уйти из нищеты, избавиться от вечных проблем и так далее. И он был вот рабочим, и вдруг такой скачок, вот он уже сидит, он уже чуть ли не встал в наркоме, он может быть в ЦИКе, он может быть в советах, он теперь начальник, у него есть секретарша. Уважение. Да, уважение и всё прочее. Поэтому вот задача большая тоже, так сказать, бороться с попытками со стороны рабочих и крестьян, так сказать, и мелкой буржуазии, свои интересы поставить выше общественных. Вот так, вот эта вот задача очень большая. Это борьба, причём, насколько я вижу, она гораздо сложнее, чем борьба с буржуазией. Она очень сложная, и я хочу сказать, что её даже не видели, этой задачей, потому что, ну вот, я занимался специально в теоретическом плане проблемой экономических интересов. Экономические интересы – это не то, что куда я стремлюсь, что мне нравится, это психологические интересы. Вот я интересуюсь сейчас, что у вас в стакане, и почему там так мало. Это психологический интерес. А что вам выгодно – это уже экономические интересы. Что вам выгодно не потому, что вы об этом думаете, а что улучшает ваше положение. Какие действия или изменения объективно улучшают ваше положение, в какой степени. Так вот, представьте, я социалистический работник, вот перенесёмся мы вот как раз в тот строй, который был нашим прошлым и будет нашим будущим. Поэтому мы его и обсуждаем, потому что это неизбежное будущее, и это позволяет ещё анализировать и прошлое. И вот… Да и распланировать бы неплохо. Да, и вот представьте себе, в чём я заинтересован. Во-первых, я заинтересован в росте общественного богатства. Об этом все говорят и пишут. Чем вот общество богаче, тем мне лучше. Согласны? Безусловно. Согласны. Больше общественные фонды, больше будет на медицину, больше на образование, больше на жильё. Тут нет никаких проблем. Но! А есть ещё фонд распределения по труду. А вот если я думаю о другом, как вот мне… Понятно, что там это пусть увеличивается, я не против. А если я получу большую долю меньшего пирога, это разве не плохо? Это тоже мне выгодно? То есть каждому рабочему ещё и каждому трудящемуся при социальной… в переходный период выгодно получить больше при тех же самых условиях. Поэтому с этим же тоже надо бороться. С тем, чтобы был приоритет каких-то частных, узкогрупповых, цеховых и так далее интересов. То есть вот аналогичная задача. Вы очень чётко сказали, что примерно такая же проблема будет у правящего класса, рабочего. Что надо подавлять попытки отдельных каких-то единиц свои интересы поставить выше государственных, выше народных, выше общественных. Вот вторая задача. Третья задача. А третья задача? Третья задача там благодатная, конечно. Повышение, как формулируется цель социалистического правилства. Если у вас нет потребности читать, вам и не надо. У меня есть потребность читать, мне надо. А потом у вас есть потребности лодочки. А может у вас есть потребность в театрах ходить? Ну и идите, у меня нет потребности, я и не пойду. То есть вместо того, чтобы думать о объективной старании развития, что все должны развиваться. Всех членов общества у Ленина Курсиевым это было подчеркнуто. Вот это крупнейшая задача, которую надо уже начинать решать в переходный период. Еще надо решать задачу борьбы с бюрократизмом. А как она решается? И у Ленина это все разработано. Во-первых, партмаксимум. Вот мне рассказывал один. Мне, кстати, идея. Мне товарищ один рассказывал, скажем, пожилой уже. Мы с ним вместе на даче были в Репино. И вот он рассказывал, говорит, я знал человека, который работал в ленинское время. Директор получал 1000 рублей. А он член партии. А главный инженер, его заместитель 800 рублей. Но поскольку был партмаксимум 500 рублей, то есть 500 рублей получаешь на руки, а остальное в партийную кассу, если ты член партии. А партия уже распоряжается на то, чтобы решать свои задачи с целью партии и целью производства. Так вот, директор получал и того 500 на руки, а вот его заместитель 800. И что-то не очень карьеристы ворвались в эту партию. А когда это вот исчезло, убралось это дело, вот уже не то. Хотя, конечно, исчезло, как вы понимаете, оно... Не само. Во-первых, а не само, бы не до конца. Потому что я, например, являюсь номенклатурным внучком. У меня бабушка, Ольга Георгиевна, была первой секретарь горкома партии города Клинцы Брянской области. Скоро, да. Вот. Проживала она со своим мужем Сергеем Семёновичем Замотаевым на улице Ленина в двухкомнатной квартире. В хрущёвском доме на втором этаже. Напротив, в квартире проживал слесарь Василий Васильевич, друг семьи. Вот вы понимаете, на одной площадке, в одном дворе, все вместе, дети их суетились в одном дворе, играли в песочницы, ходили в одну школу. То есть, конечно, софтпорт максимум-то пропал, но всё-таки некоторые его элементы сохранились, потому что всё-таки эти люди были одним и тем же. У меня такая же красина, я, правда, не скажу, вот у меня отец на заводе работал, на судомехе, в литейном цеху с лесарем. Ну, вот получил он комнатку 13 метров, мы вчетвером там жили, в квартире, в этой квартире ещё жил, так сказать, работник из ИТР, у него большая была комната. А на этой же лестнице-площадке главный инженер судомеха. И я с этим мальчиком, который жил там, дружил, и, так сказать, мы там общались очень хорошо и тесно. Но такого разделения не было, как сейчас, когда разошлись очень сильно. Короче говоря, вот эта проблема, мне пришлось такой эксперимент провести. Вот когда создавали Компартию РСФСР, а я был в оргкомитете по созданию Компартии РСФСР, и даже готовил вместе с Виктором Георгиевичем Долговым программу действий Компартии РСФСР. Поэтому, когда собрался первый пленум, ещё никого не было, ни секретарей, ни политбюро, и сидят тут пока ждут. Ну, я думаю, пока ждут, поскольку я вот в этом всём участвовал, говорю, давайте пока мы для интереса, так сказать, проведём голосование. Сугубо для интереса. Вот Ленин так предлагал установить партмаксимум, вот для того, чтобы не было бюрократизма, и для того, чтобы, скажем, партия не разлагалась. Давайте проголосуем кто за то, чтобы установить партмаксимум. Вот сейчас у нас же, как сейчас у нас неофициально, это голосование ничего не означает. Ну, так мы выясняем просто. Статистически, так сказать. Статистически. Социологически. Ну, и что вы думаете? Меньшинство проголосовало. Задумались. Меньшинство проголосовало за то, чтобы устанавливать партмаксимум. Вот новенький, свеженький пришли, вот они воевали за чистоту партии ещё против Горбачёва, объявляли его изменником, но, видимо, некоторые хотели сами на пост такой Горбачёва и попасть. Поэтому это очень важная задача борьба за бюрократизм. У Ленина универсальное решение в максимум раз, и второе – каждый должен становиться бюрократом, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть, всеобщее участие в управлении. А как вы будете участвовать в управлении, вот сейчас, когда люди приходят уже в темноте домой с работы, уже никакого участия в управлении не может быть, и уходит ни свет, ни заря. Поэтому вот то, о чём сейчас мы говорим вроде бы в экономическом плане – шестичасовой рабочий день. Это то, что необходимо. И для того, чтобы создавать свою политическую организацию, без которой не может рабочий класс победить, и для того, чтобы профсоюзы действовали без этой экономической проблемы, не решившие забастовку не подготовишь, нужно сначала добиться сокращения рабочего времени. Я, кстати, недавно выступил на Красном ТВ и рассказал, что эта задача в рамках нашего законодательства решается очень легко. Могу вот сейчас рассказать очень кратко. Можно. Я, правда, ваше выступление слушал, но мало ли кто-нибудь не застал его. Значит, какая проблема? Вот вы проходите, вы предъявляете требования забастовочные. Это, так сказать, условия, которые записаны в Трудовом кодексе. Но я думаю, что надо три таких вот выдвинуть требования. Первое – это модернизация производства, внедрение технического прогресса и повышение образовательности труда. Раз. Второе – повышение уровня реального содержания зарплаты в соответствии со статьей 130 и 134. И сокращение рабочего времени до 6 часов. После этого проходится вся процедура, примирительная комиссия, обсуждение вопроса о приглашении посредника, о трудовом арбитраже. Собирается конференция, избирается забастовочный комитет, принимается решение с такого числа начать бессрочную забастовку. Вот с этими требованиями. А форма забастовки, вот некоторые как-то неквалифицированно к этому относятся, дескать, к забастовку. Значит, тянем и не будем вообще работать. Но это глупость. Вы не будете работать. А вы не будете работать, а зарплата у вас тоже не будет вам никто платить. Правильно, если вы не работаете? Хотя вот есть такие забастовки на Западе, когда они выигрывают, они записывают в условии, что вот оплачивать них, сырые они бастовали. И на будущем забастовочный фонд вложить вот столько, иначе будем дальше бастовать. Но это большое искусство. Нет, это большое искусство, большое хорство, и школа забастовочной борьбы у них там все-таки с 19 века. Наши эти мне овладели пока. Ну вот, поэтому давайте будем так реально смотреть. Поэтому от того, что вы просто сядете, еще не факт, чтобы выиграете. Потому что пройдет две недели, зарплата ваша кончится, у вас забастовщиков 24 миллиона есть? Нет. На счетах нету. Ну раз нету, так и что вы бастуете долго? Вот и все, и все кончится поражением. Значит, что нужно сделать? Нужно частичное прекращение работы, то есть всего на два часа меньше будем работать. То есть в шестичасовой рабочий день яочным порядком получится. Да, не яочным, а уже чисто законным. Нет, я имею в виду, что после прохождения всей описанной законной процедуры просто получится, что у вас в салоне рабочий день. Потому что это забастовка, мы работаем на два часа меньше. Да, совершенно верно. И мы работаем меньше два часа. Причем можем форму изменить, забастовочный комитет имеет абсолютную власть во время забастовки. Да. Но он должен за три дня уведомить администрацию, то есть работодателя о том, что изменяется характер забастовки. Будет четыре часа только рабочий день. А потом, вот сейчас будем семь часов, может, подзаработать надо, немножко денежек забрать. Потом, может быть, будет, забастовка остается, а будем работать семь с половиной или семь сорок пять. А пятнадцать минут только не будем работать. Вот придем на пятнадцать минут пора. Забастовка же идет. А потом опять до шести часов и так далее. Ну, скажем так, до уровня шести часов. Останутся две задачи. Эта задача – объяснить капиталисту с помощью забастовки. Что ты давай повышай производительность труда, и у тебя прибыль будет еще больше, чем была до этой забастовки. А мы все равно будем так работать теперь. Мы не прекратим никогда эту забастовку. Нет же такого закона прекращать забастовку. Нет, но пока еще. И все, и будем, и будем по шесть часов так и работать. Теперь изделщики, они, естественно, ритм работы своей изменят, и они почти столько же получат. Но по временщикам тут надо повоевать за то, чтобы получить большую зарплату. Ну и, собственно говоря, вопрос тогда перехода к шестичасовому рабочему дню – это вопрос, который должны решать трудовые коллективы сами. Ну, неужели непонятно, что если я вот капиталист, а вы приходите и хотите у меня забрать прибавочную стоимость, я вам не отдам, Клим Исаакович. Вы извините, я вас очень уважаю, но, понимаете, я бы даже отдал, но у меня уже это все вот там я острова покупаю, там вот там у меня 16-е или 24-е, 24-е участок, как у этого было у Люкаева. А то, значит, мне не хватит. Как сказал один мой знакомый, внезапно ставший капиталистом, раньше не был, но как-то у него так получилось, что он стал капиталистом, мы не виделись, наверное, лет 5, встретились в Москве, не буду фамилию называть, встретились в Москве, и я как-то что-то пригласил меня в ресторан, мы там с 10 недели кушали. Я рассказываю про жизнь, говорю, что вот там есть проблемы такие, есть проблемы с сетями, говорит, какие у тебя проблемы. Вот у меня, говорит, ипотека в Лондоне, вот это проблема. Да, это проблема. Ну вот, короче говоря... Все же уже рассчитано у человека, ему нужно в Лондоне уже платить ипотеку, а вы собираетесь у него забрать кусок прибавочной стоимости, это не допустимо. Поэтому без забастовки это не пройдет. Кстати, забастовки в переходный период от капитализма к коммунизму запрещались у нас в Советском Союзе? Нет. Нет. Когда у нас появился первый закон, который стал регулировать забастовки при Ельцине, и он назывался закон о разрешении коллективных судовых споров конфликтов. Конфликтов, слово еще было, но забастовка – это точно конфликт, потому что конфликт – это переход от силы аргументов к аргументам силы. Да. И вот, значит, пришел Горбачев, а они думают, зачем эти конфликты? Раз, и выбросили его. Конфликты-то остались, а в законе просто коллективные трудовые споры. Но если мы с вами спорим, это разве конфликт? Мы поспорили, ушли, потом снова встретились, опять спорим, потом опять ушли, потом опять спорим. Да мы всю жизнь можем спорить. Где конфликт? Вот мы все время с вами спорим. Какой конфликт? Я не вижу конфликтов. Ни его конфликта. Если бы вы взяли стакан у меня, вот вы зачем его освободили, чтобы так вот сохнуть у меня по голове, потому что так, чтобы меня не замочить, а вот так уж ударить как следует. Это вот будет уже конфликт. А сейчас никакого конфликта нет. Короче говоря, переходный период сложный довольно-таки, и там надо кроме того, что вести созидательную работу, постепенно обеспечивать планомерное подчинение производству общественным интересам. То есть, надо вот сделали социалистическую промышленность, то есть, все планомерно подчиняется общественным интересам. Не получился еще базис общественной собственности. Почему? А потому что и сельское хозяйство еще частное. Значит, надо и сельское хозяйство, чтобы работало в общественных интересах. Через колхозы, через коллективизацию. Вот когда вы это все сделали, у нас получилась одна общественная собственность в двух формах. То есть, две формы подчинения производству общественным интересам. Если производство идет в общественных интересах, значит, это общественная собственность. Значит, социализм победил. А раз социализм победил, можем теперь поставить вопрос о том, а какая борьба при социализме. Что, простаётся борьба классовая или нет? Безусловно. Классовая борьба перестанет быть только тогда, когда получится полный окончательный коммунизм, когда исчезнут классы и их следы в сознании. Вот, но это не будет же борьба против класса. Или что, рабочий класс против интеллигенции, что ли, борется? Нет. Против крестьян колхозных? Нет. Значит, во-первых, когда говорят о борьбе, надо начинать не с того против, а с того, за что класс борется. Рабочий класс борется за то, что вы сказали, чтобы полностью уничтожить классы и обеспечивать полное, свободное всестороннее развитие всех членов общества и им полное благосостояние обеспечивать. Правильно? Так точно. Если кто-то на этом пути встаёт и мешает это делать, борьба с этим классовая или не классовая? Классовая. Классовая, потому что он мешает выполнить классовую задачу рабочего класса. Поэтому рабочий класс борется с помощью чего? С помощью государства. А государство – это машина насилия в интересах господствующего класса. Диктатура рабочего класса остаётся? Остаётся. Попытки помешать двигаться в этом направлении к полному уничтожению классов будут? Конечно, должны быть. Но раз будут, значит, их нужно будет подавлять? Да. Значит, не только в переходный период, а придётся кое-кого репрессировать и… При социализме. При социализме. Все неизбежности. Если речь идёт об отдельных действиях, то, значит, не подавляется не человек, а какие-то его действия. Но если для него это становится главным и решающим, то его будут подавлять. Для этого существуют и тюрьмы, и другие. Поэтому без этого нельзя сказать. Если убедят рабочий класс в том, чтобы он перестал подавлять своих противников, его подавят, как у нас и произошло в Советском Союзе. Да, безусловно. Сказали, не надо диктатуру потерять, а я, хватит этой диктатуру потерять, и пришла диктатура буржуазии. Если ты не борешься, бороться будут с тобой. Это элементарно можно привести бытовой пример, вот самый банальный бытовой пример. Он, конечно, как всякая аналогия ложная, но как иллюстрация, по-моему, очень точная. Вот, например, ходишь ты тренироваться в спортзал, например, бегу, и вот достиг ты уровня кандидата в мастера спорта, между прочим, серьёзный результат, и сказал, хватит. Буду я ходить, например, не 6 раз в неделю, а 1, а 6-9 недель, я не буду ходить в спортзал, а буду, например, есть булки и выпивать. Вот с этого момента очень неплохого кандидата в мастера спорта, дальше ты утратишь со всей неизбежностью все свои беговые достижения. Это что вы нас настраиваете, Климен Савченко, это при социализме придётся бороться опять? Да, конечно. Я бы хотел расслабиться при социализме. Нет, если есть задача достигнуть некоего результата, то к этому результату придётся идти, то есть тратить некие усилия. Ну, хоть тогда при полном коммунизме-то можно будет расплавиться? Ну, классовой борьбы уже не будет, а борьба будет, безусловно. А вот смотрите, да, вот смотрите, Маркс Энгельс говорит, что всё наше учение можно сформулировать одной фразой – уничтожение частной собственности. Да. Так эта фраза что означает? Что один раз уничтожили, и потом почевание лаврии, или это означает, что попытки возрождения частной собственности могут быть всё время, и нужно будет всё время с ними бороться? Нет, ну, естественно, надо должен быть механизм. То есть полный коммунизм – это коммунизм, который всё время борется с частной собственностью. А как он с ней борется? Он утверждает общественную. Конечно. Механизм самозащиты должен быть всегда. Да, и если мы общественную собственность создаём и укрепляем, то мы тем самым не даём возродиться частной собственности. А если мы её не укрепляем, а скажем, что, как сказал Хрущёв, социализм победил полностью и окончательно. А представьте себе вот так вот, пришли бы мы в полный коммунизм, и пришёл бы какой-нибудь Хрущёв, уже даже не государственный был бы он деятель, а в каком-нибудь системе общественного самоуправления. И убедил бы, не надо больше бороться. Да хватит этой борьбы. Давайте жить нормально, хорошо, без всякой борьбы. И сначала мы вывернулись в социализм, а из социализма вернулись в переходный период уже от социализма к капитализму. А потом в капитализм и пришли опять в это же положение. Если мы не хотим скатиться в это же положение, мы должны вот эту самую линию прочертить, за которую надо бороться. Бороться за обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития придётся при полном оконизме. Я уже не говорю, если есть окружение буржуазное, то уж вам придётся бороться ещё и с этим всем окружением. Это уже, так сказать, борьба непосредственно, что называется. Да, но если этого не будет, так всё равно всякое развитие совершается в порядке борьбы противоположностей. Естественно, негативная обратная тенденция никуда не исчезнет и при коммунизме. Мне очень понравилось, как Сталин это излагает в своей работе о диалектическом и историческом материализме, какая будет борьба. Вот борьба нового состава, она же будет при полном коммунизме. Вот уже нет государства, нет диктатуры бутриата, вот кого это пугает, это диктатура бутриата или вообще-то насилие и средства подавления, этого ничего не будет. Вот все, кто против этих всех подавлений, против класса борьбы, это все как бы наши союзники, они… Идейные, по крайней мере. Идейные. Но они только хотят туда перенестись. Это социалисты-утописты или коммунисты-утописты, которые не хотят вести вот эту линию, не хотят эту дорожку пройти, или хотят, чтобы мы прошли эту дорожку, они бы там сидели, им было бы хорошо. То есть, это своего рода бездельники такие вот, которые хотят сидеть в мягких креслах, а мы должны вытаскивать этот восс. Ну, во всяком случае, вот как рассказывает Сталин, он говорит, что будет борьба нового со старым, будет. Новое, когда рождается, оно сильнее старого или слабее? Всегда слабее. Всегда слабее, и это в науке, в культуре. Ну, он элементарный, мой любимый пример – это когда появились пароходы, они были нелепые, смешные, вонючие, а при этом по морям ездили чайные клиперы на парусах, которые ездили с такой скоростью, безумной совершенно, что никакой пароход даже приблизительно не мог такой скорости достигнуть, однако уже тогда было всем понятно, что будущее-то за пароходом. Проход был слабее. Ну, поскольку он слабее, а в борьбе, но есть борьба нового со старым, вот, вы сделали новый какой-то пароход, а у нас все сидимы, у нас всё старое, но хорошее, быстрее ездит и лучше, и мы вас подавили. Но, если у вас новое передовое, вас совсем-то не подавишь. Конечно. Так, значит, вы будете терпеть поражения, но в этих поражениях вы будете укрепляться, набирать силу, и в один прекрасный день вы начнёте теснить тех, которые олицетворяют собой старые. Это в науке, это в культуре, это где хотите, в технике, в любой области человеческой деятельности. И вот, наконец, наступит такое время, что вы, как человек прогрессивный, продвигающий этот вот прогресс, получите большинство и преодолеете, и будете побеждать, и вы уже будете господствовать. Красота. И тут появляется то новое по отношению к передовое, по отношению к тому, что у вас, и вы тогда становитесь старым, а вот это новое. И раз это новое, оно же слабее, чем старое, и вы удачно его подавляете, это новое. И опять это новое должно сражаться. И так всё время. Безусловно, это такой механизм существования. То есть, если кто у нас рассчитывает на какую-то жизнь без борьбы, то он всё время будет идти в одну комнату и попадать в другую. Он не понимает, что всякое развитие идёт по законам борьбы противоположности. Как развитие определяется? Как движение низшего к высшему, простого к сложному. И в этой борьбе одна тенденция в самом развитии, она совпадает с направлением развития, это прогресс. А другая тенденция противоположная, она противоположна в развитии, этому развитию, она же регресс или реакция, если речь идёт об общественных явлениях. Поэтому всякое движение вперёд связано с преодолением реакционной тенденции и с усилением тенденции в прогрессивной. И это вечное условие улучшения жизни человечества и общественного развития. Вечное условие. Поэтому человек, если он настроен на борьбу, у него будет хорошее настроение, он не будет удивляться тому, что кто-то ему мешает, потом портит ему настроение, что он будет спотыкаться, потом некоторые будут вам подкидывать специально палочки, чтобы вы споткнулись, а может быть не только палочки, но и брёвнышки и так далее. То есть, вся-то наша жизнь есть борьба, и если человек настроен на борьбу, ничего страшного в этом нет, он будет преодолевать препятствия. Ну, как, есть же бег с барьерами, но бегут же. Бегут. Бегут, и быстро бегут. А если вы не тренировались, Илья, вот не тренировался, никогда не бежал с барьерами, вот в жизни бежал, а вот так, чтобы на дорожке бежать с барьерами, не знаю, я думаю, сразу же упаду, потому что надо же привыкать к этому. То есть, если человек с детства привыкает к борьбе, и если он настроен на борьбу, если он учится этой борьбе, ну, он и будет реакционные тенденции подавлять, преодолевать и так далее. А если он чуть что у него не получилось, он расплакался, вот я думал о лучшем, о хорошем. Ну, надо понимать, что если вы хороший какой-то делаете, обязательно кто-нибудь это объявит плохим. Это уже точно. И не надо впадать тут в траур, как некоторые впадают деятели по поводу того, что вот я вот сделал такое творение, хорошее произведение. А вот Иванов выступил и сказал, что я Сокин сын. Ну, так, ну, Сокин сын, и он и не может другого сказать. Почему вы это удивляете? Если, то есть, вас заметили, так радуйтесь. Важно, что вы стали в центре событий. Не он уже, а вы уже в центре событий. Если он вас рекламирует, так спасибо ему, скажите. А что вы недовольны? Поэтому я думаю, что надо к этим самым людям, которые вам мешают относиться тоже с известной долей, так сказать, понимания того, что ну, слаб человек, вот он старался вам напортить. Но он же слаб, поэтому он не может сильно напортить. Но в конце концов, может быть, он является не просто слабым, или он вас не любит, а может, он является объективным выразителем регрессивных тенденций, вот и всё. Да, всё равно надо с этим бороться. Мы бороться будем с людьми или за людей? За, конечно. Мы за людей будем бороться, а для этого мы в них будем не их подавлять, а в них подавлять их недостатки. Если вы будете подавлять мои недостатки, мне что плохо, что ли? Только я хочу что-то плохое сделать. Вы приходите, меня раз, говорят, нет, 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 не так. Вы что? Всё было хорошо, вас все уважали, а вы вот пошли и такими делами хотите заниматься. Если вы меня остановите, разве это плохо? Ни в коем случае. Это хорошо. Поэтому бороться, борьба ведь будет за людей, а не против людей, поэтому надо различать борьбу. Вот если это для него реакционная тенденция, это главное, он носитель реакционной, их всегда мало таких негодяев, мало их. А вот людей, которые какие-то делают неправильные поступки, а их громадное большинство, нет таких людей, которые не делают неправильные поступки. Поэтому не надо на том основании, что кто-то что-то неправильно сделал, объявлять его подлым, нехорошим, плохим и так далее. Это не он плохой, а поступок у него плохой, это его недостаток, надо помочь ему исправить. Вот Ленин, когда ему рассказывали, что это то не так делает, это не так делает, он говорит, ну вы лучше расскажите, что вот он хорошо может делать и как нам это повернуть, чтобы в нашем общем деле вот это всё получалось хорошо. Вот я думаю, что если мы вот так будем действовать, тогда у нас будет движение не такое, что вот мы вышли на такую вершину в Советском Союзе, а потом раз всё это развалилось, потому что вот смотрели в рот товарищу Сталину, вместо того, чтобы считать товарища Сталина и товарища Ленина, товарища Маркса и учиться бороться. А то обрадовались, что борьбы не будет, послушали какого-то дурака. Пришёл Хрущёв, тут его послушали и поверили. Ну разве так можно, разве можно в политике или в экономике верить на слово? Кто верит в политике или экономике на слово, является круглым дураком. А в другом варианте – круглым идиотом. Да. Вот давайте не будем, товарищи, в политике и в экономике быть дураками и идиотами. Вот, собственно, мы… Тем более круглыми. Да, тем более круглыми. Я думаю, можем на этом и завершить тогда, как вы считаете? Да, в этом приближении закончим, а дальше углубим и расширим. Да, во всяком случае, я думаю, что все нормальные люди согласятся, что вот с позиции такой классовой борьбы, если подходить к этим нашим проблемам, то всё это будет надёжнее, вернее, строже и практичнее. Безусловно. А главное – всегда помните, что если вы боретесь, вы боретесь не с чем-то в первую очередь, а за что-то. И это за что-то нужно всегда чётко себе представлять, потому что, чтобы куда-то прийти, нужно точно знать, куда вы двигаетесь. Да, потому что когда люди говорят, я буду бороться против, против, вот поэтому я бы тоже хотел сказать в заключение, что вот надо прекратить эти протестные действия. Это совершенно глупые, ничтожные, так сказать, действия, которые… вот вы меня бьёте, я протестую, вы отнимаете у меня деньги, я протестую, вы увеличите мне рабочие и я протестую, вы у меня всё разрушаете, а я протестую. Это же совершенно никчёмная позиция. И вот радуются люди, вот протестные действия, вот собирают протест, вот ходит Навальный, и тебя всех протестующих хочет собрать. Или Собчак тоже, с какой идеей, дескать, вот я буду… Я против всех. Ну, так вы против всех направлений, т.е. никуда. Вот если я за то выступаю, чтобы никуда не идти, куда я иду, никуда. А куда она идёт? Она идёт, она решает свои финансовые проблемы, она уже более известной становится, поэтому ей легче будут вести свои дела, за которые она получает миллионы. Как она сказала? Ну, вот я 30-40 миллионов потрачу на выборную компанию из тех, которые у меня, так сказать, из личных моих доходов, вот у вас что-то нет таких личных доходов, я думаю, вы, наверное, не способны, а я тем более не способный, у меня тоже таких нет. Нет. Ну, вот, наверное, мы просто плохо, просто мы неумелые и неуспешные. Да. А вот если люди успешные, они успели хапнуть, и тогда они вот получают. А мы прекрасно понимаем, и это у Маркса написано в «Капитале», что одно дело трудиться, а другое дело получать нетрудовой доход, а нетрудовой доход перераспределяется, и он может перераспределяться в сферу как раз духовную, в сферу культуры, в сферу концертных залов и пения и так далее, и всего прочего. И мы видим, что вот люди, которые и к пению-то никакого отношения не имеют, а антрепренёры всякого рода, те, которые собирают певичек, как наёмных работников, и берут, так сказать, собирают деньги, большие залы, собирают деньги из капиталистов, из рабочих. Это называется вторичное перераспределение. Потом они набивают себе карманы и живут припевающе, и строят, как Галкин построил Пугачёвый замок. Не видели в Москве, нет, какой замок хороший на Рублёвском шоссе? Вот издалека его видно, такой замок. Нет, не видел. Может быть, я видел, может, я внимания не обратил. А вам бы как историку иметь бы замок средневековый, очень бы к лицу было. Мне-то он ни к чему, зачем мне замок, а вам бы как раз как бы подходил этот замок, знаете-ка, а забрать бы это у Галкина и дать бы вам этот замок, но не отдадут. Нет, сами точно не отдадут. Нет. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Вот такой у нас сегодня получился ролик. Думайте, помните о целях. До следующих встреч. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»